Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. После того, как прошли референдумы в Запорожской, Луганской, Донецкой и Херсонской областях, в Украине вся Европа встала на дыбы. В смысле, вся Европа? Вся Европа – это европейские шавки дядюшки Бидона. И дядюшка Бидон, конечно же, натравил фас-фас-фас на Россию, чтобы Москва не приняла эти области в состав Российской Федерации. Сегодня Эрдоган сообщил о просьбе Владимира Зеленского, президента Украины, переубедить Путина по вопросу признания референдумов. Президент Украины теперь просит переубедить Путина по вопросу признания референдумов. Представляете, это же не Путин поставил галочку, или Шойгу, или Сергей Лавров, министр внутренних дел Российской Федерации. Это голосовали люди, которые проживают в Украине, в Восточной Украине. Люди пришли и поставили галочку. Написали свои паспортные данные. Это же не просто так, с улицы человек зашел, да, и проголосовал. Нет. Они туда вписывали свои паспортные данные, где они проживают, по какой улице, в какой квартире. И они голосовали. Их записывала избирательная комиссия. И они голосовали. Люди пришли туда голосовать за вхождение в состав России, потому что они устали уже жить у себя на родине. Постоянные бомбежки, особенно Луганской, Донецкой области. В течение 8,5 лет, как говорят жители этих республик, этих областей, Луганской, Донецкой, что они всегда боялись выходить на улицу. Всегда что-нибудь прилетало. Это уже прям как будто это в обиходе слова прилетает что-то, если выйдешь на улицу. И даже не знаешь, вернешься ли ты домой со двора, зайдешь ли ты домой живым. Каково было жить людям в те тяжелые времена. И все это началось не с 2022 года. Это началось еще раньше, с 2013, с 2010 годов, когда дядюшка Бидон с англичанами снабжали военными игрушками. Ну, игрушками скажу, потому что запрещено говорить здесь правильными, натуральными словами, как, что, какое имеет свое слово, вес слова. Поэтому говорю такими волшебными словами, детскими словами. Дядюшка Бидон с англичанами снабжали военными игрушками, танками, да все, все, всем, всем вооружением. Аж с 2014 года, после Майдана. Можно же было как-то решить мирным путем с Донбассом. Это огромная территория Донбасса, большой регион, черной металлургии, уголь, угольная промышленность, сильно развитая угольная промышленность. А Запорожская область, огромная атомная электростанция во всей Европе. Можно было думать президенту Сиренскому, молодому президенту Украины. А не слушаться этих западных, западных дядюшек. Нужно было принимать, нужно было быть самостоятельным государством Украины. Ведь Украина огромная страна, огромная. Столько, много богатства в Украине. И теперь там идет просто борьба между американским дядюшкой Бидоном и англичанами против России. Ведь знают же, да, что Россия упрямая, мудрая, великая страна, что им не победить это, что им не выиграть этот конфликт. Россия упоротая страна, упорная такая, да. Она будет добиваться своего до последнего. И зачем это было все начинать? Еще военные эксперты говорят, что если бы Российская Федерация не зашла защищать свои территории возле Украины и освобождать Донбасс, то Украина начала бы по указке дядюшки Бидона, зашла бы сама и раздробила бы Россию. Но этого не случилось. Значит, хорошо работают агенты. Кремля, как вы говорите. И теперь, когда уже прошли референдумы, Эрдоган сообщил о просьбе Зеленского переубедить Путина по вопросу признания референдума. Это что, игрушки, что ли, играют мужики? Так, Эрдоган сказал, что не признают итогов голосования в Донецкой Республике, Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Херсонской, Запорожской областях. Эрдоган пообещал обсудить этот вопрос с Путиным, но усомнился в возможности переубедить российского президента. Я не понимаю, это уже прошло, референдумы прошли, люди пришли голосовать, люди пришли голосовать. И теперь просить отказаться от этих областей, потому что когда смешно, смех и грех. И президент Украины Владимир Зеленский попросил у Анкары повлиять на российского лидера Владимира Путина по вопросу, прошедшего в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях референдумов. А как повлиять-то? Как повлиять, если референдумы уже прошли, люди уже почувствовали надежду и веру, что они будут спокойно жить в России. Или что вы хотите, Владимир Зеленский, чтобы Путин отказался от референдумов, поднял руки вверх и сказал, хорошо, хорошо, я отказываюсь от этих областей, хорошо. А что изменится-то? Люди потеряют веру, они хотели уже спокойно жить, без никаких обстрелов, чтобы уже в огород выйти, сорвать морковь, и ты не вернешься домой, потому что что-то прилетит. Это я говорю про Луганское, Донецкое область. Люди устали. Люди устали. Это не 8 дней или 8 месяцев, это 8 лет с половиной. Люди устали так жить. Какая разница, Украина или Россия? Лишь бы не бомбили, лишь бы не прилетало. И им хочется жить спокойно и достойно, и растить своих детей спокойно, учить их жить спокойно. Садить огороды, обустраивать свой быт, свое жилье, дом, квартиру. И теперь такой отворот-поворот. Да вы что? И так Европа-то, эти европейские шапки, маляпусенькие собачки-то лают. И говорят, мы против референдума. Мы не признаем референдум. Да вы кто такие? Да вы кто такие, чтобы не признавать референдум? Туда же пришли простые люди. А не вы, сидящие наверху, которые командуете парадами, налево-направо подписывать санкции против России, против дядюшки Володи. Нет, пришли на референдум простые люди, простые украинцы. И проголосовали за свою спокойную жизнь. Если было бы спокойно жить в Украине, они бы остались с Украины. Но, увы, но, увы, их выбор, это их выбор. Они выбрали, они проголосовали. Так что, европейские шавки, вопрос не за вами. Не вы решаете, где жить простым людям. Правители, да, правители решают. Но простые люди тоже решают. И там были 100 независимых наблюдателей со всего мира. Из Америки, из Франции, из Италии, из Германии, из Венесуэлы, Бразилии, Аргентины, из ЮАР. Всюду, всюду. И теперь литовский наблюдатель говорит, что она боится вернуться в Литву, потому что ее могут за это посадить. О как! До чего дошло уже? Это что, получается, Европейский Союз или ООН, да? Они должны защищать простых людей, простые народы. И так уже загнули, и так уже загнобили африканские страны. Еще хотят загнобить Европу. Нет! У вас не получится. Народ решает. Теперь все изменилось в мире. И только Российская Федерация изменила ситуацию, повернула ситуацию в мире, чтобы люди жили спокойно, свободно. Они боялись каждого прихода, каждого прилета. Нет, увы. И референдумы прошли с 23 по 27 сентября. В Ферсонской области, согласно официальным результатам, за присоединение к России проголосовали 87% жителей. В остальных трех регионах. А в остальных регионах проголосовали более 90%. Люди пришли, проголосовали. Это каждый человек. Один человек. Два, три, сто, двести, сто пятьдесят. И так далее. Люди пришли и голосовали. Каждый за себя отдельно. Глава Донецкой Народной Республики и Донецкой Луганской Народной Республики Денис Пушилин и Леонид Пасечник и глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо попросили Путина рассмотреть вопрос о вхождении территории в состав России. Когда проголосовали вот эти вот четыре области Украины, Путин им задал вопрос. Вы хотите быть независимыми государствами? Как вот расчленили же Югославию, да? И стала Хорватия, Косово, Сербия, да? Так и было бы, например, была бы страна Херсон, была бы страна Запорожье или Луганская Народная Республика или Донецкая Народная Республика. Нет, они сказали, нет, только одно. Мы хотим войти в состав Российской Федерации. Представляете, люди об этом говорят. Люди, простые люди хотят войти в состав Российской Федерации. Вы говорите, о, в России зарплаты маленькие, пенсии маленькие, люди живут бедно. А где живут не бедно? Зато гарантирована пенсия, гарантирована зарплата, гарантировано беженцам жилье. Теперь уже эти оккупированные территории останутся у себя, на своей территории и будут строить новую жизнь. Без бомбежек, без прилетов. Люди выбирают. Выбирают люди. С вами был канал Кани и Нессе. Жизнь во Франции. Пишите комментарии, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Я буду вам очень-очень рада. До новых встреч, до новых новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова